С минуты молчания сегодня началась работа Бундестага. Депутаты почтили память погибших накануне в Стамбуле соотечественников. Затем в немецком парламенте начали обсуждать, что же делать с мигрантами, нарушающими законы, и почему полиция скрывает их преступления от общественности. После всех бесчинств, которые совершили эти люди, теперь не исключают их высылку военными самолетами. Есть и совсем экзотические предложения отправить их обратно на велосипедах. Репортаж Ивана Благова. С трибуны доносится слово «депортация». Аплодисменты. Зал ждет и приветствует жесткие заявления. Звучит обращение непосредственно к беженцам. Если вы приезжаете в Германию, чтобы найти здесь убежище, но совершаете тяжкие преступления, вам нечего искать в нашей стране. Аплодисменты переходят в овации. Один за другим ораторы говорят о скорейшей высылке из страны тех, кто нарушил закон. О том, что и у толерантности тоже есть границы. Нет оправдания нападением на сексуальной почве. Такое поведение не оправдывает и возможный культурный фон этих людей. Это нельзя принять в качестве объяснения. Если это необходимо, мы должны изменить законодательство. Преступники и иностранцы должны считаться с последствиями в виде депортации. На кону доверие к правовому государству и демократии. Говорит, как забивает гвозди министр. Женщины не должны бояться выходить из дома вечером. В прессе стало известно однопартийцы канцлера. Собирают подписи за закрытие границ. Ангела Меркель сидит в зале и молча наблюдает. Лично ей претензии выдвигать пока никто не осмеливается. Но предупреждали все. От профсоюза полиции до ее же соратников. Страна не может справиться с таким наплывом беженцев. Будут проблемы. Да она и сама, похоже, не могла об этом не знать. В социальных сетях распространяют фрагмент видеообращения канцлера пятилетней давности. Мы должны принимать во внимание, что преступность среди молодых мигрантов особенно высока. Почему же тогда государство не было готово в час икс защитить своих граждан? Все больше подтверждений получает информация о сокрытии числа преступлений, совершенных мигрантами. Кристина Хекстерман, она сотрудник полиции Гамбурга, где в новогоднюю ночь тоже массово приставали к женщинам, уверяет о всех происшествиях. Рядовые сотрудники сообщают регулярно. Мы пишем отчеты. Их видит начальство. Руководство полиции также их видит. Я считаю, что задается недостаточно вопросов. Информация принимается к сведению и ничего не происходит. Ну а в Кельне беженцы устроили акцию у собора. Просят прощения за паршивых овец в стадии, за которых теперь косо смотрят на всех. Сегодня стало известно о новом происшествии, на этот раз в Мюнхене. Группа подростков из Сирии приставала к девушкам в бассейне. Редакция издания «Шпигель онлайн» вынуждена отключить комментарии к ряду своих статей на тему миграционного кризиса. Причина – огромное число оскорбительных и разжигающих межнациональную рознь сообщений читателей. Тем временем эксперты предупреждают о возможности новой волны насилия в Европе. Речь об ультраправых. Они начали чувствовать силу. И беженцах, многие из которых разочарованы и озлоблены. Гости ведь ехали в рай на земле, а попали в место, где вынуждены жить порой в нечеловеческих условиях. Ад на земле. Он здесь. Мы просим Бога, чтобы он остановил дождь и просим, чтобы не дул слишком сильный ветер. На него уповаем. Ведь, как вы видите, мы живем в летнем лагере. Эти палатки не для зимы. Сказка кончилась и не начавшись. И хоть в Германии условия проживания неизмеримо лучше, уже можно говорить о новой тенденции. Посольство Ирака в Берлине обрабатывает полторы тысячи заявок от тех, кто хочет вернуться домой. В Норвегии в это время проводят инвентаризацию потерянных велосипедов. Власти хотят выслать из страны пять с половиной тысяч мигрантов, основного из Сирии, которые в прошлом году приехали, крутя педали из Мурманска. Правила КПП на границе запрещают пересекать ее пешком. Эти правила не изменились, поэтому каждому беженцу хотят выдать по велосипеду и показать направление. Ну а парламентский час в Бундестаге показал, что для высылки мигрантов может использоваться даже военная авиация. Впрочем, что бы ни обещали политики тех, кто приставал к женщинам в новогоднюю ночь в Кельне и в других немецких городах, выслать из страны будет крайне сложно. Дело в том, что новые законы на них распространяться не будут, потому что преступления они совершали до того, как проснулись немецкие законодатели. И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Дмитрий Малышев, Первый канал, Берлин.